Всем привет! Сегодня я немножко расскажу про, так сказать, автомобильный мир города Афины, Греция. Вот, поделюсь с наблюдениями и расскажу, что интересного видел тут за время своего пребывания. Как вы видите, что здесь довольно много старых автомобилей? Там живые пороги, в хорошем состоянии кузов и вообще довольно бодро они выглядят. Да, кстати, еще одно интересное наблюдение. Тут довольно, ну не сказать, что много, но встречаются русские автомобили. Как вот, например, мы видим классику Жигулей, классику ВАЗа, да. Еще чаще, чем классика ВАЗа, встречаются Нивы. То есть Нивы достаточно популярные автомобили, судя по всему. И, видимо, достаточно хорошо полюбившаяся грекам машина, это Фолькфаген Жук. Вот, довольно часто встречается Фолькфаген Жук. Именно вот таких вот примерно лет, как этот. Они все очень похожи. Видимо, тоже такая достаточно популярная машина. Достаточно часто встречается. Видимо, они достаточно популярные были в свое время и сохранилось их, естественно, тоже не так уж и мало. То есть за несколько дней я уже, наверное, штуки 3-4 таких видел. Вот еще довольно интересный экземпляр. Ситроенчик старый. Тоже популярная модель. Именно вот эту модель я второй раз уже вижу. Первый раз не совсем в Афинах. Было на острове Егина. И вот второй раз непосредственно в Афинах. Ну, вот еще раз к слову о распространенности советских машин. Вот 99-ка. То есть наиболее часто встречается именно Нива. После них, наверное, по распространенности идут Жигули классических моделей. И вот восьмерка и девятки, наверное, на третьем месте. Довольно много улиц в городе Афина с односторонним движением. Еще одно наблюдение. Тут довольно много, в принципе, в Греции мандариновых деревьев. И в городе Афина они зачастую стоят прямо около прежней части. Тем самым есть риск попадания мандаринов на припаркованном автомобиле. И вот тут, например, даже заметно, что эти мандарины лежат просто на земле. Мне кажется, это тут никого не парит, потому что все стоят под эти деревья. Ну, потому что особо не поубираешь. Наверное, от улицы деревья с пушняком идут. А вот, кстати, еще какая-то интересная машинка маленькая, красная. Видимо, это Сиат. Тоже достаточно старый экземпляр. В Греции, в частности, в городах Афины, нет таких крупных, ну, высоких домов, как, например, в Москве. И, естественно, нет такого понятия, как дворы. И тут достаточно мало места, узкие улочки. И плотная застройка. Вот. Поэтому люди, как правило, ставят свои автомобили прямо вдоль дороги, возле своих домов. И за счет того, что тут не такие высокие дома, то там три-четыре этажа, там порой два этажа, видимо, количество людей позволяет разместить свои автомобили. Ну, то есть количество, так сказать, автовладельцев не настолько велико, чтобы мест не хватало. Самый популярный способ парковки – это просто вдоль улицы, а около домов. Но под некоторыми домами есть некоторые вот такие заезды в паркинг. Есть заезды в паркинг, то есть, по сути, подземная парковка. Есть же случаи, когда паркинг расположен на первом этаже. Как тут, например. Наглядная иллюстрация, насколько близко зачастую паркуется в Афинах. Субтитры создавал DimaTorzok